Ай, вы там, наверху, смотрели ли распаковку? Всем привет! Наверное, после видео с распаковкой ты ждешь обзор на господина Blackstar. Ну я 1700 лет уже говорю то, что из меня просто отвратительный и паршивый обзорщик. Тем более на ютубе обзоров на этого чувака просто полным-полно, где вам все про все расскажут. И русскоязычные, и англоязычные есть видосы. Русскоязычные могу порекомендовать, естественно, Pop Music, где я заказывал этого товарища. Поэтому бегите по ссылке, там более-менее подробно вам что-то расскажут. Мы, конечно, коснемся каких-то моментов, но самое главное будем сегодня узнавать, умеет ли господин Blackstar высекать метал? Или только бургеры да Клава Коку? Пишите в комментариях, вы когда-нибудь ели бургер от Blackstar, одновременно слушая песню Клавы Коке? Или наоборот? Но прежде чем мы продолжим и узнает, умеет ли, я рекомендую вам ознакомиться с группой Джеки Даддалерс. Группа была основана в 2018 году в Череповце. Ребята рубают ракешник, блюзешник, ракешный блюзешник. Все это можно оценить в их альбоме 9. Ребята назвались дилетантами, но мне кажется, они немного скромняшки, потому что стабильно выступают в родном городе, а также имеют опыт выступления в других городах. Несколько раз мотались в Вологду и Рыбинск, последний, между прочим, на фестиваль Ковчег. Возможно, ты меня спросишь, хорошо, они дилетанты, но они дилетанты Джеки. Причем здесь Джеки? А я тебе отвечу. Для этого проследуй на все ресурсы группы, ссылки которой в описании, и задай им этот вопрос лично. И, конечно же, послушай их альбом 9. Ссылки все там же. А я вся дрожжу, но понимаю, что хочу я вас таскать. Хочу любить. Зачем же, госпожа, так боя быть? От плетки раны на спине прикована, как рамки неба в черном. А я вся дрожжу, но понимаю, что хочу. Че, все ждешь, пока мы продолжим узнавать, высекает ли он металл? Так и не ткнул ни в одну ссылку группы? Ладно, хорошо. Сейчас я скажу одну вещь, после которой ты побежишь прослушивать полностью весь альбом. Потому что я-то его прослушал, и могу с уверенностью сказать. Там есть песня про соски. А? Как тебе? Только при одном условии. Досмотрей твой видос до конца, а потом обязательно иди в гости к ребятам. Как говорится, от сосков к металлу перейдем. Как утверждает производитель, Это единственные в мире бескомпромиссные цифровые гитарные усилители бутикового уровня. Ну, серебристы, как мне кажется, тоже был выбран специально. В основном комбари всегда идут все черные. Они такие придумали. Давайте сделаем свою линейку. Назовем ее линия серебра. Серебряная линия. Ну, серебряная линия. Сильверлейк. Кто смотрел фильм под Сильверлейк? Обожаю это кино. Люди делятся на два типа, которые говорят, что это полное фуфло. Либо те, которые говорят, что это гениально. Вернемся к комбарю. Поэтому, раз бутиковый, значит, нужно что-то менять цветом. Как наушники всегда были черные. Ай... Фэ... Как он? Айфор. Эппл, да. И они такие говорят, а у нас-то будет белый. Такие, типа, революцию произвели. Не знаю, это мои догадки, мысли. Возможно, оно было так. Я про это ничего не читал. Читал я про него не так, конечно, много. Но кое-что сегодня расскажу. Очень сильно они отмечают то, что у них стоит Селештин. Натуральный Селештин. Правильно, когда Селештин читается? 12-дюймовый, V-образный двигатель. Если честно, я абсолютный ноль в каких-то технических аспектах. Там лампы, динамики. Ну, вроде как вот Селештин. Это типа крутые динамики. Их ставят в топовое крутое оборудование. И, видимо, на этом сделан акцент. Для чего я его заказал? Ожидание, реальность, понравилось, не понравилось? Плюсы, минусы? Я это расскажу чуть позже, в конце видео. А пока давайте мимолетненько так глянем на эту панель. И разберемся, что там к чему. И потом будем узнавать все-таки, умеет ли он высекать металл. Итак, вот таким чудесным случаем мы перенеслись на панель комбаря. Давайте же посмотрим вкратце абсолютно, что здесь у нас представлено. Начнем слева направо. Итак, у нас слева здесь есть две одинаковые дырочки под мини-джек. Е-м-аут энд фонс. Ну, видимо, выход для ми-минора. Ха-ха-ха, если шутить про теорию музыки. Emulation out, который эмулирует кабинет этого товарища. И его можно записывать непосредственно прямиком в ком. MP3, line-in, ну это все понятно. Под минусовочки нам играть. Вход гитарный. И вот секция преампа, которая подразделяется на шесть включалок. Clean warm, clean bright. Теплый, яркий. Crunch. О, супер crunch. Overdrive 1, Overdrive 2. Мы сегодня будем акцентировать свое внимание на Overdrive 2. Все это вы можете послушать в различных обзорах и, как я советовал, в обзоре от Pop Music. Ну, соответственно, гейн и волюм. Они стоят у нас почти на полную, потому что мы уже будем сегодня металл пробовать высекать из него. Дальше у нас идет эквализация. Басы высокие и очень интересная штука. Из фили ISF. Это разработка Blackstar. На всех их комбарях стоят. Это что-то типа такого тембра блока. Когда ты делаешь вот так вот, то это прям такое американское звучание. Это непонятно, что это посередине, а это прям такое британское. Мы это попробуем с вами послушать. Ну, своего рода такая ольховая махагонность на комбаре. Следующий блок, как раз таки чем и славится этот комбарь, это эмуляция ламп оконечника. Здесь представлено, как они пишут, шесть самых популярных ламп, которые используются. И мы с вами их все послушаем, как это будет звучать. Получится у нас металл рубать этого или не получится. Дальше идут кнопочки модуляция, которая меняется вот здесь. Четыре варианта. Ну, это всякие флэнджеры, хорусы, всякие вот эти ротари или как они называются, тремоло. Соответственно, можно менять, ставить дилей, можно ревер, тап. Мы все прекрасно понимаем. По темпу это все сделает. А вот еще забавная штука. Если зажимать кнопку тап, то тогда бас, трибл и ис превращаются в резонанс, рок-ньюс и сопрыкина. Ой, то есть в резонанс, презенс и в средние частоты. Я считаю, что это мега неудобно, но об этом я еще скажу потом. Следующие кнопки. Это у нас можно назначить разные каналы. Вот у нас есть вход под футсвич. И есть футсвич Blackstar, где четыре кнопки, как я понимаю, на каждый канал можно назначить. И тогда спокойно работать с этим футсвичом. Это, я считаю, очень удобно. Можно просто на одном этом комбаре играть и больше ничего не нужно. Ну, банк-мануал. Это, видимо, что-то связанное с каналами. Как-то там программировать и переключать. Я не вдавался в подробности. Я знаю то, что благодаря вот этой дырочке USB, его можно подрубать к компу. Есть бесплатный софт. Инсайдер, кажется, называется. И можно различные, как уверяет производитель в описании, точечные настройки делать до такой степени, что прям охренеешь, как это все будет круто. Но таким заниматься я не буду. Возможно, в дальнейшем, если вы напишите в комментариях, и мне самому будет интересно покопаться во всем этом. Может быть, я попробую и установить эту софтину, и покрутить там что-нибудь. Но не об этом сегодня. Собственно, я рассказал почти все. В заключении, ручка громкости, которая подмешивает в микс, грубо говоря, тот эффект, который мы выбираем. И мастер, волум, который тише, громче. Все. Кнопка включения про футсвич я уже сказал. Вот таким образом выглядит приборная доска этого комбаря. Ну, а теперь погнали слушать, умеет ли он высекать металл. Ну что, давайте непосредственно теперь обратимся к высеканию и насколько это может звучать метально. Поговорим по поводу снятия звука. Что сегодня будет здесь происходить. Звук будет сниматься на динамический микрофон PGA 57. Это шурик, ну не SM57, а из барабанного комплекта, который, как именуется, барабанно-инструментальный комплект. Мы им подзвучиваем рабочий барабан, поэтому посмотрим, что он нам сегодня наснимает. Микрофон можно в разное место поставить, и это будет совершенно звучать все по-другому. Так я поставлю, он звучит так, вы сделаете одни выводы. Поставлю так, звучит по-другому. Вы же не можете сейчас сюда прийти ко мне и вот прям ухом послушать, как из этого 12-дюймового V-Type селешься, он это все будет вылезать. Поэтому, как уж есть, давайте будем снимать так. Я не стал снимать из Emulation Out, который снимает кабинет, потому что я решил сделать обзор, типа обзор, в плане того, как этот камбарь звучит условно на репетиции или на концерте. Можно ли в живом времени, в лайве, из него выжать этот металл. Потому что, понятно, этот Em-Out можно запихать в компуктер и там еще что-то подмешать, наложить. Нас же интересует вот Zhivago. Лично меня интересует Zhivago, поэтому я записываю этот ролик в плане, как это вживую будет звучать. Ну и, конечно же, по тем же соображениям я не стал его через USB подключать. Как я сказал? USB. Ну, потому что тоже меня звук этот не интересует. Есть одно но. У нас, получается, есть три варианта, как можно записать этот камбарь. Снимая с микрофона, из Emulation Auto и через USB. Поэтому напишите в комментариях, было бы вам интересно, если бы я сделал ролик, опять же, с ним, с тремя раз... Playthrough, допустим. Сыграю какой-то Playthrough три раза, а потом это все порежу для сравнения, всклейку и подпишу, где какой выход. А может быть, не подпишу. Ха-ха, спрошу у вас. Ладно, погнали. Что ж, у нас есть крутилочка ISF или ISF, которая предлагает себе в качестве некого тембра блока, с помощью которой можно достигнуть более американского звучания или больше английского. Поэтому давайте примерно хотя бы послушаем, как это звучит. Я попробую ее покрутить. Итак, посерединке. Продвигаемся к английскому звучанию. We can hear American sound. Go back. We возвращаемся. Мы опять на серединке. Поехали в сторону Англии. Серединка. Мы едем с туманных дырей. Oh my god, this is a British sound. Incredible. Все великолепно, мы в середине. Услышали ли вы что-нибудь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Есть ролик, по-моему, от Black Star, где там крутят эту штуковину. И, ну да, слышно, что когда в Британию, это больше вот Marshall, что ли, непонятный звук для меня лично. Я больше склоняюсь к американскому. Но, если честно, здесь, когда абсолютный американский, тоже какая-то хрень получается. Поэтому я для себя выбрал нейтралитет, как я обычно во всем люблю это делать. В общем, мне эта штука нравится посередине, но о ней чуть мы поговорим позже. Потому что она кое в чем помогает. Итак, как я уже сказал, мы будем играть в положении Overdrive 2, потому что металл. И гейн левел все вправо, потому что металл. Единственное, что на 12 часов мы оставим бас и требл. И вышепомянутый ИС тоже будет оставить посередине. Итак, начинаем с нижней лампы, которая здесь как нижняя, и это ЕЛ-84. Я про нее вчера прочитал, что многие ее называют некой рыхлой, и не очень она востребована. Но так как я повторюсь, абсолютный ноль в этих технических делах, вы можете мне написать и поумничать в комментариях. Когда я его только включил и начал играть, мне понравилось играть на ЕЛ-84. Ну, потому что мой год рождения, я родился в ЕЛ. Но позже, меняя лампы и добавляя все тот же ИС, можно приблизиться к тому звуку, как говорится, который у тебя в голове. Ну, пока на таких настройках давайте слушать разные лампы, как это все будет звучать, и писать комментарии. Как-то примерно так прозвучала лампа ЕЛ-84, теперь послушаем лампу 6В6. ЕЛ-84 для тех, кто рожден в 34-м году. ЕЛ-84 для тех, кто рожден в 34-м году. КТ-66. Кому нужно пройти КТ в 66 лет? Если честно, моя самая нелюбимая лампа, когда я это все играл, и... 6Л6! Гитарист трезв, не разыгран и очень жарко. Ха-ха-ха! Оправдался! Да, я и не стремился никогда быть императором. Ну, и последнее, самое серьезное. КТ-88 лет, и, насколько я помню, сразу уровень звука на этой лампе прям вау-ли вылетает. Как мы слышим, характер звук ламп в оконечнике абсолютно разный. Каждый может подобрать, так же, как и производитель говорит, тот звук, который у тебя в голове, который тебе нравится. И я с этим согласен, потому что можно все тот же ИСФ покрутить в разные стороны, и ты можешь добиваться вот этого окраса, который тебе больше всего нравится. Ну, естественно, не забывая при этом про эквалайзер. Ну, условно, сейчас он стоит у нас на 12, и если на этом КТ-88, мы немножечко хотя бы давайте попробуем сдвинем в сторону Америки и в сторону Британии, и послушаем, что же, как поменяется. Так звучало по центру, мы слышали, ну, давайте примерно вот так вот поставим. В сторону Америки. Ну, вот примерно как-то так это звучит. И, наверное, ты мне сейчас скажешь, подожди-ка, малец, а на какой гитаре ты вообще-то играешь? Что у тебя там с электроникой-то? А я тебе скажу, вообще-то здесь у меня стоят активные ежи, и мы сейчас это все на 81 слушали. И ты такой у меня, ага, так это активно, а что насчет пассива? А я такой, а без проблем, чувачок, у меня здесь есть и с пассивными гитарка. Я скажу даже более того, эта гитара с мега пассивными датчиками, ноу-нейм фирмы, как мне кажется, потому что сама гитара это Rockwood by Hoechner. Я много лет назад, в году 2018, это уже много, делал видос, где играл на разных гитарах, и она там была, я что-то там пытался умничать на тему, насколько важен бренд гитары. Это гитара моего отличного знакомого музыканта, я ее знаю с двухтысячных, на ней никогда ничего в жизни не менялось, мне кажется, здесь ни разу не регулировался анкер, никогда не крутилась мензура, ну хотя мензура, может, и крутилась, но абсолютно точно грязь из-под пальцев здесь точно никогда не менялась. Это самое, что ни на есть бюджетная гитара, конечно, не настолько бюджетная, как сейчас есть всякие китайские, но поэтому посмотрим, как звучит гитара с абсолютно ноунеймовскими пассивными звукоснимателями. Начнем с КТ в 88 лет. Погнали дальше. 6Л6. КТ в 66. Ну реально, самая убогая лампа. Ел 34. 34? Мне когда-то было 34. А сколько вам лет? Пишите в комментариях. 6В6. И вернулись в мой год рождения. Так у нас звучит бюджетная гитара с ноунеймовскими звукоснимателями пассивными. Ну вот мы и послушали, что в моих силах было вам показать. Пишите в комментариях ваши мысли, что по ту сторону цифрового экрана вы могли услышать. Реально ли было что-то услышать? Ну конечно, какой-то окрас и характер звука, естественно, меняется. И я могу сказать, в этом этот усилок справляется. Боже мой, стихами заговорил, прям как поэт. Честно говоря, меня этим он и подкупил, когда я читал описание про вот эти вот лампы, про изменение характера звука. И я подумал, наверное, это будет прикольно, потому что у нас здесь разноплановые группы. И ребята, у которых нету своего перегруза, которые будут втыкаться в этот комбайн, они смогут примерно нарулить, что им нужно для их стиля. И, понятное дело, он 50 ватт. Я понимал то, что это очень и очень оптимально нам для репетиций. Честно говоря, для концертов тоже неплохо подходит. Потому что тут напротив меня стоит Рэндл. В каких-то видосах, наверное, он уже светился. Он 40 ватт, и он вполне себя чувствует на концертах, когда я провожу их здесь. Этот 50, Селештин. И, честно говоря, на Селештин я тоже обратил внимание, хоть и небольшой знаток, как я уже сказал. Но по духам-то где-то все равно это крутится, что это типа гитарная тема и все прочее. Я, в принципе, доволен этим комбарем. Я думаю, он очень сильно нам подойдет здесь в работе. Единственное, к нему нужно докупить футсвич, чтобы можно было еще более удобно работать. Ну и, конечно, скажу минусы. Какие минусы мне здесь не понравились? Первый минус это то, что здесь нету всяких ни риторнов, ни сэндов, никакой этой херни, чтобы воткнуться просто в оконечник, минуя преамп. Потому что, ну, допустим, мне было бы интересно со своим хатоном Ампера попробовать поиграть в него. Простите, товарищи, ракурс наверняка поменялся. Продолжаю снимать на телефон, закончилась память, пришлось перекидывать все на ком. Так вот, мой хатон Ампера, здесь нету куда его воткнуть, минуя весь вот этот вот блок, который нам предлагает господин Blackstar. Нет, нельзя просто воспользоваться вот эмуляцией вот этих ламп оконечника, минуя вот это все свое, воткнуть свой преамп. Так, это, я считаю, минусом, ну, как-то неприкольно. Да, я согласен, что по всем вот функциям, если у тебя нету каких-то своих вот перегрузиков в виде педалей, процессоров, использовать только его. Да, вполне классный аппарат. Ну, наверное, было сложно за те деньги, которые есть, вставить туда еще две дырки. Я не силен в инженерии, поэтому хорента встопал. Другой еще косяк и минус, это зажимать эту кнопку таб, чтобы вот эти крутилки превращались вот в этот презенс, резонанс и в средние. И, ну, как-то это странно, на мой взгляд. Когда они есть все, как-то лучше настраивать. Не то, что ты сначала настраиваешь низкие и высокие, а потом такой их отпускаешь и думаешь, как еще туда добавить серий. Ну, короче, блин, я не знаю, мне кажется, это как-то не очень. Ну, вот только такие минусы я нашел, играя на нем, там, четыре дня. В целом, для репетиций, про концерты пока ничего говорить не буду, он в будущем себя покажет. Для репетиций это просто обалденный, клевый аппарат. Очень все в кассу. Звук наруливается замечательный, какой как нравится. И вы, естественно, напишите в комментариях, подходит ли он к металлу, высекает ли он металл. Я считаю, что для среднего металла он вполне очень даже годен. Несмотря на то, что здесь нету положения, там, дисторшн или еще что-то такое. Самое тяжелое у нас здесь только есть функция овердрайв 2, так называемый. Но я думаю, все-таки он с задачей, ну, по крайней мере, ну, на четверку с металлом, я думаю, справился. Я сейчас на нем репетирую, даже не приношу сюда свой ампера и не подключаюсь, там, МТХ. У меня я себя частенько на МТХе репетировал, чтобы не запариваться, чтобы под рукой есть, а воткнул, давайте репетировать. Сейчас есть он, я репетирую живым составом своей металл-кавера, который будет стрим. Не знаю, когда, но обязательно будет. А вообще мы готовимся к живому выступлению, которое будет в августе. Об этом все буду позже. И на мой инстаграм, не забывайте же вы подписываться и в группу ВКонтакте вступайте. Там всегда разная информация об этом появляется чаще, чем здесь, по чесноку. Так вот, я репетирую на нем и прекрасно себя чувствую. Для репетиции все очень здорово. Буду ли я его советовать? Да вообще глупо, наверное, советовать. Каждый сам выберет, сам каждый пощупает, потрогает. Но почему я его брал? Потому что, как я уже сказал, подкупила вот эта вся эмуляция ламп, подкупила название динамика. И естественно, что это 50 ватт для репетиций. И цена была, в принципе, бюджет, который мне был выделен, я как-то немножко на него выходил. Но ожидал я от него чего-то другого. Честно, не знаю чего, даже сам не могу объяснить чего. Но мне казалось, что будет что-то другое. Возможно. Возможно, мне казалось, что он будет более метальный, более жестче. Но, как было сказано, на четверку он справляется. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Лупите колокол, чтобы оповещения приходили. А то мне многие говорят, что даже не в курсах, что у меня происходит что-то на канале. Лупаните колокол, пожалуйста. А уже совсем скоро у меня стартует новая интересная рубрика, в которой я буду делиться своими мыслями в качестве музыкального руководителя. Буду помогать, так сказать, музыкальным начинающим группам. Но об этом все чуть позже. И напомню еще раз, в середине ролика я вроде говорил, если вы досюда досмотрели. Напишите в комментарии, интересен ли будет еще один видос с ним, если мы снимем тремя способами с него звук, и я запишу какую-то плейтруху. Без каких-либо разговоров, просто тупо сравнения. Пишите в комментарии. Ну и по традиции все будет, но пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok